Цены на недвижимость это все, что хотят знать продавцы и покупатели на сегодняшний момент. Тут очень много писали по ситуации в Сибири с недвижимостью, конкретно в Красноярском крае. Красноярский край прям вот всех торкает, извините за выражение. И такое большое количество разнонаправленных комментариев, что я сегодня устроил перекличку с риэлтором из Красноярска, которая нам расскажет, какая же ситуация там на самом деле, насколько индексы, отзывы, комментарии соответствуют действительности. Смотрим. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Красноярск. Ну, где-то в середине декабря мы с вами разговаривали, у вас все шло на ура. И тут вот такие ситуации, если посмотреть на Сбириндекс, то, что он пишет, на вторичном рынке у вас какая-то вакханалия. Ну, судя по графикам этого Сбира, там цены только в рост идут. Потом, если я смотрел по первичке, а по первичке наоборот, с января средняя цена сделки упала. Люди пишут вообще в комментариях про Красноярск то, во что гораст. Одни говорят, что покупатели перепутали Красноярск с Краснодаром. Кто-то говорит, что жизнь здесь невозможна. Кто-то говорит, что вообще безумные цены в Ачинске. Однушка, хрущевка, три миллиона – это какой-то карабас. Кто-то пишет, спроса нет, а кто-то пишет, спрос есть. И даже был один такой комментарий, про который, может быть, тоже можно поговорить, что мне написали буквально несколько недель назад. Знакомая работает на стройке в Красноярске, и им два месяца уже зарплату не выплачивают. Ну, понятно, что, сами понимаете, комментарии непонятно, кто пишет. Сложно так вот проверить. Но вы, как говорится, находитесь в эпицентре, непосредственно в самом городе. Рассказывайте, что творится на рынке недвижимости в Красноярске. Ну, что творится? Небольшое затишье. Может быть, большое затишье, мне сложно сказать, потому что у меня работа есть всегда. Но сейчас для того, чтобы продать объект выставленный, нужно работать на понижение ценника. Но понижение цены не катастрофическое. Допустим, если объект понижается порядка где-то 100-150-200 тысяч, но это зависит от изначальной цены, которая была выставлена собственниками от цены в прайсе, то покупатель находится достаточно быстро. С чем это связано? Сложно сказать. Вроде бы процентная ставка не низкая, потому что на вторичный... Мы говорим про вторичный рынок. Потому что у нас процентная ставка, она плюс-минус 12 процентов. Это по всей России одинаково. Тем не менее, люди покупают квартиры. В основном у нас продается сегмент эконом-класса. Ну, то есть жизнь не остановилась, да, независимо от того, что есть санкции, нет санкций или там специальные военные операции. Жизнь продолжается, и люди живут, покупают жилье, решают свои проблемы. Вот. Все, что касается нового жилья, это уже неинтересно, потому что ставка 7,7 при стартовых ценах у застройщиков по 130, по 140, по 157 даже тысяч за квадрат, под ставку 7,7, да еще жилье без отделки, да еще и ждать его надо. То есть это уже неинтересно. Консультируя людей, вот у меня буквально два дня назад был человек в офисе, сделав расчеты по новому жилью и по вторичному, останавливаемся на более скромном, но вторичном. То есть синица в руке лучше, чем журавли в небе. Ну, вот так. Ну, а вот сколько однокомнатная в Красноярске сейчас стоит средняя? Четыре с половиной. Четыре с половиной. Да, это эконом-класс. А эконом-класс что в Красноярске считается? Какие параметры? Ну, вот смотрите, если мы не берем хрущевки, мы возьмем обычный панельный дом, однокомнатная квартира, порядка 40 квадратов. Возраст дома ориентировочно от пяти до двадцати лет. То есть это эконом-класс. Ну, такой, более-менее свеженький. Четыре с половиной. Вот. Если человек хочет купить подешевле жилье, значит, это жилье уже будет старое. Ну, опять же, если район приличный, центр города, да, то та же самая хрущевка, это три с половиной, четыре миллиона. Ну, а на первичке что, реально так все плохо? Что там, продажи не идут? Нет. Очень плохо идут продажи по первичке. Очень плохо. И из-за того, что действительно вот эта вся ситуация со ставками достаточно дорого. И все интересные места, которые удобные для жизни, они застроены. То есть вот эти вот выселки, окраины города, ну, по цене центра перестали быть интересны людям. Ну, а вот, может быть, есть у вас эта информация как раз по поводу того, что у кого-то там зарплаты задерживают в Красноярске? Знакомы вам такие истории? Ну, вот у меня лично нет знакомых, кому бы задержали зарплату, но на сегодняшний день есть подрядные организации, которые для того, чтобы рассчитаться со своими работниками за выполненную работу, выдать зарплату, они продают квартиры из своего личного фонда. Ну, то есть человек инвестировал в свое время, да, подрядчик, там, директор фирмы, либо замдиректора. Вот они сделали инвестиции для каких-то целей, держали эти квартиры для себя, а теперь вынуждены продавать для того, чтобы рассчитаться. Связано это с задержками в расчетах. Это картина есть такая. То есть задержки в расчетах между застройщиком и подрядчиками, да, получается? Застройщик не платит подрядчикам. Да, это связано с тем, что реализация квартиры от застройщика на сегодняшний день, очень мало у них реализовывается квартир. Причину объясняла выше. Ставка 7,7. И понижать цены? Цены понижать не хотят застройщики? Не хотят. Не хотят. Ни акций, ничего? Ничего не хотят. Единственное, что они могут сделать, анонсируют такое. Если вы приходите к нам, то есть расчет на, что покупатель, минуя риелторское агентство придет к застройщику, они ему сделают скидку, ну, в пределах 2%. Это максимум. Ну, 2% это ни о чем. 2% это риелторская комиссия, которую бы они выплатили агентству, если бы агентство привело этого покупателя в офис застройщика. Вот и все. У нас сейчас март 23-го года уже, можно сказать, к концу подходит. Если сравнить с концом декабря 22-го, все же на вторичке будем говорить. Насколько отличается динамика, сила спроса? Он так же сильно покупатели интересуются недвижимостью или спрос падать начал? Спрос падает, падает. Если в декабре у нас торга не было, одни наценки, то теперь для того, чтобы продать квартиру, нужно заинтересовать покупателя, заинтересовать потенциальных клиентов, в первую очередь с одной. Ну, логично. А чем еще можно заинтересовать покупателя? Ремонтом, локацией. Но сейчас даже изменились сами покупатели. Если раньше, то есть человек приходил и говорил, мне, допустим, интересует вот эта вот локация, и там плюс-минус две остановки. То сейчас уже покупатель приходит и говорит, мне нужна квартира вот под такой-то цене, вот такой-то метраж, и мы уже рассматриваем несколько районов буквально. У нас горы делятся на два берега, правый и левый, да, сло до того, что город вытянутый. Вот. И вот эти 70 километров протяженности города или 100, допустим, либо на правом, либо на левом берегу, будем смотреть. То есть люди выбирают. А какой в Красноярский район считается самым, ну, я не знаю, престижным, популярным у покупателей? Октябрьский. Октябрьский? Да, объясняю, почему. Он наиболее чистый в плане экологии, он достаточно зеленый, удобная транспортная развязка, потому что построили новый мост, соединили правый и левый берег, и там достаточно много нового жилья. Ну, и тогда вопрос, какой самый непопулярный или самый дешевый? Наверное, популярность и цена – это прямая зависимость, да? Самое непопулярное у нас традиционно идут окраины, но не новостройки, а именно старые окраины. Там, где вот застроенные неблагополучные криминальные районы, да, вот они непопулярные. Я понял вас, ну, скажите, пожалуйста, какие настроения там на рынке недвижимости в Красноярске сейчас? Ну, мы все время возвращаемся, ноябрь, декабрь, у всех было радужное настроение. В разных регионах России, честно скажу, у всех по-разному, но в основном разговор такой – за Уралом другая страна, другая жизнь, там все по-другому и цены не падают. Что думаете? Ой, что думаю, настроение какое? Настроение в основном выжидательное у всех. В основном выжидательное. То есть покупают квартиры тот, кому надо, действительно надо, и продают только тот, кому действительно надо. Ну, это понятно. Вот действительно надо. Скажите, вот иностранных, ну, если так можно сказать, да, я не знаю, китайцы там, может быть, еще кто-то, они насколько заметны в Красноярске? Или их никогда этот город не интересовал? Нет, китайцы здесь присутствовали очень активно лет 20 назад. Сейчас очень мало китайцев. С чем это связано, ну, не могу сказать, если честно. У нас, знаете, что тут я уже шутила на сделке, очень много таджиков. Они очень активно сюда приезжают на работу, они очень активно получают гражданство. Они очень активно покупают квартиры. У меня много клиентов таджиков, и на последней сделке, когда они были очень благодарны, ну, восточные люди, вот, они сидят и говорят, что же вам подарить? Ну, так все хорошо получилось. Я говорю, подарите мне учебник таджикского языка. Потому что, говорю, если дело так пойдет дальше, мне нужно понимать, о чем вы говорите, обсуждая, ну, квартиру. Ну, все поулыбались, но на самом деле, я так думаю, что, видимо, придется уже скоро учить какие-то основы. Уже приходится считаться с менталитетом этих людей, когда приходится работать, потому что у них другой подход к жизни, у них другая ментальность. А чем же они занимаются, вы говорите, приезжают на работу? А где они в основном работают? Перевозки. Они очень активно работают на общественном транспорте водителями. Это мужчины. Работают в строительстве очень активно, то есть много. Женщины работают в общепите. Самое интересное, что, общаясь со своими клиентами, таджиками, очень много образованных людей едет. Вот последняя у меня семья была ветеринарный врач, это муж. У них взрослые дети, они все преподаватели, то есть педагоги, вот они приезжают сюда, устраиваются на работу водителями, поварами, кем угодно, потом подтверждают дипломы и идут работать уже в поликлинике. В поликлинике, в нашей поликлинике, когда приходишь на прием, там можно встретить и армян, и таджиков, и якутов, вся география. По загородному рынку что-нибудь можете сказать? В Красноярске насколько ярко он представлен? Очень живой загородный рынок, сельская ипотека, и все продукты банковские, которые направлены на выдачу кредита на постройку жилья, под низкую ставку под семейную ипотеку, сделали свое дело. Цена сотки, ИЖС, либо СНТ, если там хорошая локация, хорошая транспортная доступность, электроснабжение, ну вообще есть какая-то, если есть какая-то инфраструктура, от 100 тысяч за сотку. Очень активно, очень активно продают молодые семьи старое жилье, допустим, молодая семья получила наследство, хрущевку. Ну такой стандартная ситуация, либо родители подарили там, либо каким-то образом студию, студия на окраине, появилось двое детей, даже один ребенок, жить невозможно, что делать? Продали первоначальный взнос, либо купили участок, либо что? Остальные деньги используют на первоначальный взнос, берут ипотеку на постройку, пользуются и строят. Сейчас у нас горячая пора начинается на загородке. У вас снег еще не... Какая у вас температура сейчас, кстати? Сегодня тепло, в этом году весна у нас холодная. У нас еще в городе лежит снег, но он тает. Сегодня плюс пять, светит солнце. За городом, конечно, еще сугробы. В расстоянии 100 километров от города снег сходит в мае. Но 100 километров уже там редко кто строится. Вот в радиусе 50 километров от города участки расходятся на ура. У нас сейчас, знаете, что произошло? У нас отток людей из города практически прекратился. То есть они перестали уезжать в другие регионы? Перестали уезжать в другие регионы, да. Возвращаются. Все возвращаются. И у меня такое пожелание и большая мечта, чтобы обратно все вернулось и возобновило, чтобы вот это вот движение все-таки к лучшему опять стало. Чтобы молодежь уезжала не за границу, даже пускай в ближнее зарубежье, а оставалась у нас в России. У вас разве сейчас, по-моему, все, кто хотел, уже уехал за границу по известным предписам? Ну, чтобы они не могут теперь уже и остались у нас в России. Ну что ж, хорошо. У меня это не тупнулось, мне жаль. Да, ну, будем смотреть, как говорится, наблюдать и глядишь. Расскажете, может, там, к концу года, какая динамика. Все больше и больше люди приезжают или все остается по-прежнему. Спасибо за то, что вы откликнулись. Как говорится, прояснили ситуацию по Красноярску, чтобы без всяких домыслов. Ну и до следующей встречи. До следующей встречи. Спасибо. Вот такая вот у нас перекличка получилась с Красноярским краем. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу сентенции о том, что покупатели перепутали Красноярск с Краснодаром. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал «Щегельский о недвижимости без сиропа», ссылка на который указана под этим видео. Для того, чтобы не пропускать все мои передачи, нужно не только подписываться на канал, ставить лайк, но и жать на колокольчик. Всех риэлторов приглашаю к себе на переклички. Здесь, как видите, у нас очень интересно. Можно поучаствовать в комментариях в прямом диалоге со своими потенциальными продавцами и покупателями. Пишите в комментариях, что творится в ваших регионах, на рынке недвижимости, чего вы ожидаете. Всем здесь будет очень интересно. Вы видите нас очень много. Пишите как можно больше серьезных, вдумчивых комментариев без всякого хейта. Ну и пока, всем пока. Без сиропа.